Все чаще в средствах массовой информации появляются новости о том, что незрячих людей собаками и поводырями не пускают в общественные заведения. Специалисты говорят, что общество еще не готово воспринимать такого питомца-помощника как средство реабилитации, а не опасное животное. Но как в Твери обстоят дела с правами особенных людей? Мария Шалованова совершила прогулку по центру города вместе с незрячим человеком и его четвероногим помощником. Проверила, знают ли в общественных местах областной столицы о правах собак-поводырей. На днях мы познакомились с лабрадором Цамиром. Он собака-поводырь. Каждый день Цамир на службе. Он помогает своему хозяину Дмитрию Семенову ездить на работу, делать покупки, перемещаться на общественном транспорте и просто ходить по городу. Сам владелец такого уникального пса говорит, что его жизнь совершенно изменилась. Стало легче передвигаться по городу, быстрее получается находить нужный маршрут. Однако среда все же не стала доступной для него на 100%. Оказывается, далеко не всегда и не везде пускают собакой проводником, хотя по закону обязаны. Где-то сотрудники различных общественных мест просто не знают о таком законе или не понимают сути работы собаки-поводыря. А где-то человек с такой собакой просто встречает яростный отпор. Я обратился в Центральный районный суд, нажатую кнопочку вызова. Никто не вышел. Когда я зашел внутрь суда, в суде, значит, судебные приставы, которые охрана, значит, отказались, припирались, наверное, где-то с полчаса, что мы тебя не обязаны водить по суду, у тебя должен быть сопровождающий. Ну, в общем, как-то так. Далее в Заволжский районный суд, Московская 115, то же самое, значит, обратились туда, на кнопку нажимаем, чтобы кто-то вышел, меня встретил. Никто не вышел. А когда зашли уже в зал суда, значит, судебный пристав выскочил, говорит, куда ты с собакой прешь, пошел вон отсюда. Это дословно. Дмитрий Викторович живет в Краснодарском крае, но периодически приезжает в Тверь. Однако здесь он не часто позволяет себе ходить в общественные места. Говорит, город менее знакомый, поэтому немного побаивается, хотя верный Цамир всегда под рукой. На предложение проверить несколько точек на реакцию на собаку поводыря и обслуживание особенной категории людей Дмитрий согласился. Первым местом проверки стал продуктовый магазин. Несмотря на предупреждающий знак о том, что с собаками вход воспрещен, поводыря пустить обязаны. Там Дмитрий и Цамира встретили дружелюбно, хотя сотрудники магазина не знали своих обязанностей при обслуживании таких клиентов. Мы сейчас пройдем по магазинам. Расскажите, что на какой полке стоит? Молочное посмотрим. Человек с нарушениями зрения в сопровождении собаки поводыря по закону может беспрепятственно проходить в жилые, общественные и производственные здания, спортивные сооружения, места отдыха, а также пользоваться всеми видами транспорта. Это прописано в федеральном законе о социальной защите инвалидов от 24 ноября 1995 года. Но в Твери некоторые водители маршруток не знают, что могут быть оштрафованы за это. Мы остановили маршрутное такси. Мне помощник мой, сопровождающий Мария Евгеньевна Лебедева, остановила. Когда я стал подходить к маршрутке с собачкой, значит водитель дал по газам и поехал. В общем, вот непонятно, почему он не захотел меня сажать в транспорт. Следующая точка проверки – аптека. Здесь охранник на входе внимательно проследит за Дмитрием и Цамиром, но ничего не скажет. Покупка необходимого и здесь прошла довольно успешно. Фармацевты даже успели сделать пару комплиментов псу. Такая собака золотая. Ух ты мой сладкий, ты хороший. Банк стал третьей завершающей локацией. Здесь, как и у всех организаций, которые должны быть приспособлены к обслуживанию инвалидов, на входе есть звонок. К Дмитрию по сигналу должен был выйти сотрудник и помочь войти в помещение. В нашем случае никто не вышел. Мужчина с помощью собаки, сопровождающей, вновь вошел сам, но при этом отметил, что вход не предназначен для перемещения слепых. В банк, значит, отсутствует кнопка вызова. Нажали и вызывали, никто не вышел. И вообще мне стало известно, когда я туда уже внутрь прошел, спросил, сказали, что у них вообще кнопка эта не работает. Мое пожелание я оставил, конечно, им сказал, что сделайте, пожалуйста, кнопку. И конкретно ответственное лицо, кто бы при обращении помогал сопровождать по территории банка. В целом проверка показала, что в Твери слепому человеку с собакой поводырем передвигаться и утолять свои нужды можно. Дмитрий остался доволен итогами нашего опыта. Вместе с нашей съемочной группой доступность городской среды проверял и заместитель председателя комитета по социальной политике Дмитрий Нечаев. Он также сделал свои выводы. Есть такое известное утверждение, что в благополучных обществах считается, что инвалиды это люди с повышенными потребностями. А в неблагополучных обществах их называют люди с ограниченными возможностями. Так вот, наша задача сделать так, чтобы эти люди все-таки не были в чем-то ущемлены, чтобы они были полноправными деятельными членами нашего общества. Сейчас мы поставили это на контроль социального комитета городской думы. И будем в том числе, конечно, этим моментом уделять внимание. Вот все любые замечания, которые они изложили, обязательно будем стараться учесть. Продолжение следует...